Ты приезжаешь из китайской глубинки, как все думают, и вообще, ну, как тебя туда занесло изначально в Юнань? Ну, я как-то как попал вначале в Юнань, так там и остался. Я, можно сказать, пришел пешком из Лаоса. Я просто в какой-то момент своей жизни оказался в очень интересной и душевной ситуации, когда мне было все равно, в какую сторону мне перемещаться, и мне было все равно, чем заниматься и что делать. Я просто как-то существовал, пытаясь из своей головы изгнать вопросы о физическом существовании, так сказать, финансах и чем-то таком. Ну, а музыкой ты давно занимался? Ну, так, чтобы профессионально в своей жизни я музыкой не занимался. Я всю жизнь был мальчик с гитарой, душа компании, пел песни, пел весь российский рок, перепел всего Цоя, всего Чижа, всю Пятницу. И потом в какой-то момент, когда 27 лет сознания начало, естественно, смещаться в более широкие просторы, почему-то отпал интерес к этому творчеству, я просто перестал петь в свое время. Потом, когда я поехал за какими-то поисками и знаниями в Индию, тогда все... А было модно ездить в Индию, все друзья говорили, что надо ехать в Индию. Я провел там два года. Ну, смотри, из Индии ты попал, ну, там, я так понял, еще был волос, да, еще были... Ну, это было по дороге все просто. Ну, в итоге... У меня было романтическое духовное путешествие в сторону возвращения домой. Планировалось пешком, ну, в общем-то, попутками, да. И я перемещался, в свою очередь попал в Китай, совершенно практически без вещей, совершенно практически без одежды, счастливый, довольный, потому что ничего было не надо. Все было как солнце было, еда была. И по причине... Я думаю, что я устал к тому времени. Я просто планировал пересечь Китай, также до России, вернуться домой. Но так получилось, что я начал работать в каком-то ресторанчике на реке Меконг, петь песни, и у меня стали образовываться какие-то финансы тогда. И вокруг были люди довольно-таки приятные. В общем, я остался в Китае. Потом мне мои друзья, приятные местные, те люди, это было в Шишампане, на самом юге Китая, на границе. Мне сказали, что моя музыка очень интересная, мне надо двигаться в более крупные города, чтобы ее развить. И сказали, ты же... А тогда было тяжело, потому что в тех местах... С ребятами тогда уже познакомился. Нет, я только въехал, я два месяца провел в Шишампане. И в тот момент, если Шишампане... Потому что люди там веселые, любят такие веселые песни, знаешь. А когда им начинаешь психоделику предлагать, такое ощущение, что их надо еще воспитать для психоделики. То есть им бы там пиво выпить и повеселиться. А друзья есть, которые понимали, но они мне говорили, что тебе надо ехать более на север, в Кудмин хотя бы, в столицу штата. И там свое творчество показывать. Я был в Кудмине, я приехал, даже месяц там не провел. Просто по соседству ко мне в отель вселились ребята. Они были по дороге... Они из Ющи, маленький городок под Кудмином. Бэнд Муэн Рэн. В переводе означает «пастухи». То есть они двоем играли, да? Нет, их было много. Они все были красивые, с джамбеями, с перьями. Вообще я такой «О, фига себе, приехали такие красивые». Я что-то сразу к ним прилип. Я не понимал. Мы не понимали друг друга. Ачин очень плохо говорил по-английски. Я тоже очень плохо говорил по-английски. Мы с трудом общались. По-китайски тогда ты корей. Вообще ни о чем, да. И мы с трудом друг друга понимали, но я к ним прилип. Что-то мне подсказывало, что не отходя от них. Просто два дня я с ним прогулял. Мы кушали вместе, общались, играли музыку. Потом у них было выступление в небольшом клубике. И мы туда пришли. Там на сцене лежал бас. Я взял бас и сказал, я буду на басе с вами играть. Я поиграл на басе. И как-то они вдохновились мной, не знаю. Сказали, а мы завтра в Пекинте полетим на телевидение. Полетели. Я говорю, конечно. Какие вопросы? У меня ничего не держат нигде. С большой толпой, который... Да, они купили билеты, все. И потом они сказали, что давай к нам в Ющи поехали жить и писать музыку. Я оказался в этом городе Ющи. Серый городишко. Не хочу сравнивать ни с какими. Ну, вы знаете, много серых городов наверняка. То есть и там образовалась, по сути, ваша выучка. Да, там мы этот проект Tribal Trip сделали. В общем-то, который сейчас мы возим по Китаю и показываем. Кстати, почему название Tribal Trip? Ну, Trip это в понятии не просто путешествия, а как-то скорее духовное путешествие. Знаешь, иногда про некоторые... Когда люди употребляют всякие шаманские средства, да, про них говорят, что они уходят в Trip, так называемый Trip, имеется сознание. Я имею в виду этот Trip, подразумеваю. Ну, а Tribal это как бы племя. В племя это как бы пуститься к корням, глубже познать себя, так сказать, через свои корни. Ну, в общем-то, в Индии я пришел к тому, что я стал изучать фолк, пытаться раздобыть, и мне стало это интересно, и я запел опять же. То есть, до этого ты даже не пел? Опять же, опять же запел, употребив шаманское зелье. Понятно. И ко мне это просто пришло, я понял, что я хочу делать в жизни это, и почему-то... И стал момент, все стало интересно получаться, но не сразу, вот в Китае. В Китае вот так получилось, что почва хорошая для того, чтобы развиваться на данный момент. Ну вот на сегодняшний день, Tribal 3, как долго вы в группе, сколько лет? Мома, нынче, саня, три года. Нет. Три года. Три года уже, да. Это было, у меня день рождения через две недели, а я помню, что когда мы улетали в Пекин, на мой день рождения это было, это был троман три года назад, да. То есть, вы считаете оттуда начало вашего проекта? Ну вот, мы познакомились, стали играть вместе музыку, потом вернулись, и сначала я купил саундкарту, да, чтобы там было можно делать электронную музыку. Ну как-то все очень долго складывалось, все не спеша. Я нервничал, мне было не очень просто, потому что город действительно серый, вокруг люди все одинаковые, говорить мало с кем интересным. Именно по этой причине я сейчас переместился, я не живу в Ющи, я уехал жить в такое местечко вдали, туда ближе к Тибету, где есть учителя, где есть гуру. Ребята сейчас все еще в Ющи, но вот они присматривают место, они хотят тоже перемещаться вдали. Мы хотим вдали большой проект развернуть. Я там сейчас строю йога-центр, даже я бы сказал, не йога-центр, ретрит-центр, где мы будем делать доступными всяческие практики разные, не только йога, в том числе и медитация, в том числе и танцы под бубен вокруг костра и всякое. А на кого направлены? Иностранцы в основном? Без направлений по личностям, я думаю, кому это интересно, тот сюда может прийти и либо получить знания, либо поделиться знаниями, в том числе, потому что... Ну то есть это что-то будет в духе монастыря, да, или без религии, да, так сказать? Ну ты вот в тему, да, в точку попал, как-то так. Я бы подумал даже название, что это будет Ом Шантон. Ну Ом это как бы Ом, звук вибрации вселенной, это Ом. Вот. А Шантон по-китайски это пещера. Ну конкретно про вашу музыку, ты недавно уже здесь берешь Психоделика, но вот как вы сами называете свои направления? World music? Easy. Ну проще сказать world music. How to say we play music what kind of? Like our style. Chinese? No, 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 in English. World music? World music, да. Ну вообще, вообще стараемся подобрать терминологию, но как бы психоделический фолк-рок, я бы так это назвал. Потому что как бы вот с теми подложками и лупами, с которыми я мешаю фолк, как бы его исполняю. У меня есть еще проект, где я просто диджею, допустим, создаю лайв без группы. Этот проект я называю психоделический фолк-транс, потому что я обмешаю это все с трансовой ритм-секцией. То есть, я так понимаю, вы ни на кого не хотите быть похожи? Нет каких-то кумиров? Есть, почему нет? Конечно, есть куча кумиров, начиная от... Ну, естественно, это Dead Condense, естественно, это Шпонгал, естественно, это всякие фолк-исполнители, их множество. Но, тем не менее, ваш стиль такой все-таки оригинальный, я никогда не слышал это. Но все-таки у вас какие мотивы вообще за действием? Ну, а ты Шпонгал слушаешь? Ну, я сейчас именно говорю про конкретно вашу стиль творчества. От вас мотивы юнальские есть, несомненно, различные надслужения? Какие-то темки есть, да. У нас проблема, что, к сожалению, мои друзья, они были очень заняты своими делами, тоже строили рестораны и так далее в своих городах, и у них просто не было времени на то, чтобы разучивать фолк. Хотя я был куча свободного времени, я только занимался только йогой и тем, что занимался музыкой. В том числе я старался, копировал фолк-исполнителей. Именно снимал вокал, повторял самые переливы голосовые, обертона, пытался... То есть, как меня учили люди, которые это делают профессионально, поют фолк так, что просто... Ты погружаешься в вибрации, слушая этот фолк, а они меня учили, что ты просто... Есть человек, который поет, и ты чувствуешь, что он поет правильно, ты копируй его. Копируй разных учителей, потом у тебя появится свой. Мой основной учитель — это Сергей Старостин. Это, наверное, самый популярный в России, ну, в определенном круге самый популярный человек, и человек, который в свое время отправлялся в фолк-экспедиции в глубинке Руси, на север России, и ковырял именно тот фолк, не который «Ой, мороз, мороз!» или «Цветет калина». Это все псевдо-фолк, придуманный какими-то композиторами в 20 веке. А именно тот, под который водили хороводы, там, 500 лет назад, тысячи лет назад. То есть, вот, это, к сожалению, не очень просто сейчас найти. Но, вот, я думаю, что 70% песен, которые исполняются этим проектом, эту песню, взятую у Сергея Старостину. Вообще низкий ему просто поклон. То, что интересно, у тебя он езжал в российскую глубинку, а ты, можно сказать, оказался в китайской глубинке. И вот тем интересным проектом, что переплетение своих песенек отчетно слышно русские народные мотивы, ну, в плане, вот, действительно русские. У нас шифу инструментов, он сам много делает дудок и всяких штучек. Да, вот, да. И я бы не сказал, что это чисто китайские. Ну, просто делаем, что делается, и делаем это вместе. И он фанат индейских дудок, североамериканских индейцев. Долго хотел себе, потом взял и сделал. То есть, на скольки инструменты вы играете вообще? Ну, из всех, которые... How many instruments you play? The music? Yeah, how many instruments? Or maybe from 1997? No, 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 how many instruments? How many? How many, like, flutes, other flutes? It's different questions. Oh, yeah. I don't know, how many, maybe, 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 30, 20, я думаю, больше. Он еще, он, на самом деле, чувак просто безумный. Он периодически, он любит, прям у него глаза откроются большие. Я хочу сделать такую штуку. И он заморочится, он три дня ничего не будет делать, только эту штуку будет делать. Потом возьмет ее, сыграет и выкинет. Я говорю, что вы любите делать что-то crazy, а потом попробуй, не используй. Интересно, ваши планы на будущее? Есть ли у вас какие-то студенты, уже записи? И как вы собираетесь сбываться в творческом плане или выходить на какие-то там, не знаю, другие рынки? В России, мне кажется, было бы очень интересно. В России все... Я мечтаю вывести проект в Россию и сам хочу вообще вернуться и жить в России. Но, как говорят те люди, с которыми я сейчас общаюсь по скайпу, что если ты занимаешься интересными проектами, типа перформансов и чем-то еще, уже нормально жить можно, да. Но музыканты говорят еще, что-то не радуются. То есть музыка еще... Тяжело жить музыкантам, она немного... Ну, финансовый вопрос не очень радостный. А жизнь в России сейчас что-то ой, дорогая. Ну, как бы... Я уверен, что уже есть тенденция к изменению. Я не был в России 3 года, 3 месяца и 3 дня и потом навестил в России на 2 месяца. Я уезжал сюда обратно со слезами на глазах, потому что хотел остаться в России. Я уезжал только потому, что это проект и мы хотим вместе его как-то что-то... Мы хотим выехать в Европу. Мы хотим поехать здесь, в фолк-экспедиции, собрать... Он из Минчжоу, он как бы племенной. У него есть там свое племя Лаху. Мы хотим поехать к нему в деревню, пообщаться с людьми, тоже пожечь костры, выучить песен. Вы выступали уже во многих городах, да? Нет, с этим проектом мы только по Юнанию. Только по Юнанию. Да, поэтому... Ты уже первый практически выезд, сейчас Буанчжоу, Чемчжене, в Думбане и так дороже встречается. Дело в том, что с самого начала этот бенд был Му Ян Рен. Я стал играть с этим бендом. Это были веселые китайские песенки. Я там играл на самосделанном басе из Тапшура сделал басы, играл. Было весело, но как бы для меня это неинтересно. Но это было забавно. Было забавно, это нам дало средства на то, что мы накупились с Тафлом. Как бы у нас есть своя студия сейчас, да? Вот. И вот с тем проектом мы мотались по... По всяким шоу, по играм. Это было не очень приятно. Там тебя пытались напудрить, и там все ненатуральное. Ну, в общем, я сказал, что все, я прекратил это делать, давайте раскручивать этот проект. Потом ребята без меня еще раз попытались, потратили два месяца жизни на шоу. В результате, как всегда выиграл какой-то пекинский мальчик в галстуке. Вот. Поэтому грамотные люди, которые еще добились в роке, есть друзья у нас, Шан Рен группа, еще другие известные. Они сказали, хочешь добиться честного успеха, бери свою музыку, накопи денег и езжай своим ходом в другие штаты, наводи концы, договариваясь о выступлениях, и выступай. Показывай музыку людям. Тогда, может быть, тебя услышат и станут звать. Потому что так тебя никто звать не будет. В интернете тебя никто слушать не будет. Вот мы сейчас с этого штата, можно сказать, стартанули. Только мы начали с Гуанчжоу. И все, мы не собираемся останавливаться. У нас уже звонки за звонками. Мы сейчас, мы едем на... Хороший крупный фестиваль нас позвал. В Личане. Сноу-Маунтин фестиваль. И сразу с фестиваля. Мы, может быть, вернемся дня на три в мою усадьбу вдали, порепетируем с бас-гитаристом. У нас еще бас-гитарист новый. И поедем потом в Чинду, в Сычуанштадт. Там Чунчин, Чинду. И потом поедем в Пекин. И после Пекина, надеюсь, мы заедем еще в Шанхай. И все, потом вернемся... По итогам уже будет вид. Я думаю, удачно будет. Цитриф. Вообще, и... Я сейчас буду своим друзьям в Европу засылать наши материалы. Надеюсь, показаться на буме следующим летом. Очень хочется. Продолжение следует...